Всем привет! С вами снова Галина Артеменко и канал Жизнь Вкусная. И сегодня мы с вами будем готовить самый вкусный кетчуп. Он будет очень густой, с идеальным по насыщенности пряным вкусом. И я вас уверяю, вы захотите съесть его просто так. Я перепробовала огромное количество разнообразных рецептов. И за годы экспериментов выработала свой рецепт, который повторяю теперь из раза в раз. Мой рецепт мне нравится тем, что кетчуп по нему получается неизменно густым. С очень концентрированным вкусом, без использования каких-либо крахмалов, загустителей и так далее. А еще так мне удается переработать большой томатный урожай без лишней возни и мороки. Фишка моего кетчупа в том, что я добавляю в него яблоки. Во-первых, яблоко очень пектинистый фрукт и оно уже способствует загущению соуса. Во-вторых, многие добавляют при варке кетчупа сахар, который усиливает природную сладость помидоров. В этом же рецепте яблоки тоже работают на усиление сладости. При этом в вашем соусе не будет добавленного рафинированного сахара, а будет сахар натуральный, живой, природный. Итак, на каждый килограмм помидор для кетчупа я беру 2 яблока. Обычно это у меня какие-то лежалые яблочки или яблочки с червоточными, которые я могу с легкостью вырезать. Также на каждый килограмм я беру 1 столовую ложку уксуса. У меня домашний винный уксус, вы можете брать обычный столовый. Также я беру по пол чайной ложки соли, по 6 горошин душистого и черного перца. Сейчас у меня душистый дома закончился, поэтому я взяла по 12 горошин на килограмм черного перца обычного. Также по 2 бутончика гвоздики, по 2 коробочки кардамона, по 1 звездочке бадьяна. 1 чайную ложку смеси итальянских трав или орегано, что вам больше нравится. 1 чайную ложку молотой паприки, по пол чайной ложки куркумы, сухого гранулированного чеснока и корицы, если вам нравится. А также четверть чайной ложки на каждый килограмм помидор мускатного ореха. Я беру целый орешек и буду его натирать на маленькой терочке. У меня есть такая большая замечательная толстостенная кастрюля, в которой я обычно варю то, что нужно долго варить, потому что ко дну ничего не пристает и не пригорает. Помидоры и яблоки я тщательно вымола, теперь я буду их нарезать на кусочки произвольной формы, это совершенно не важно. И яблоки мы будем добавлять в кетчуп с семенной коробочкой и с кожурой, потому что именно в этих частях больше пектина, который будет загущать наш кетчуп. Помидоры можно брать какую-то там пересортицу, то есть не обязательно это должны быть какие-то красивые помидоры. Главное, чтобы они были спелые, сладкие, в идеале, конечно, домашние, если у вас есть доступ к таким помидорам. Но подойдут просто хорошие сезонные помидоры. Можно отправлять прямо с черешками. Главное вырезать, если попадаются какие-то подпорченные места. Когда я нарежу и уложу помидоры с яблоками в кастрюлю, будет казаться, что они занимают очень много места. Но в процессе уваривания фрукты, овощи начнут пускать сок, они немного осядут. И постепенно жидкость будет испаряться. И выход готового кетчупа у вас получится чуть больше, чем если бы вы заполнили кастрюлю сразу не полностью. Если говорить о том, какого сорта лучше взять помидоры, то, конечно же, идеальным вариантом будет сливка. Потому что это самый мясистый сорт помидора. Соответственно, его нужно будет уваривать меньше всего. И влага будет испаряться быстрее, и он быстрее загустеет, кетчуп быстрее загустеет. У меня, как видите, здесь совершенно разные помидоры. Потому что это домашние помидоры. У меня яблочки белый налив, но, мне кажется, сорт не принципиален. Они немножечко потрескались, но как раз для кетчупа подойдут отлично, потому что они еще не испортились. Просто режу их в кастрюлю, как попало. Главное следить, чтобы внутри не было червячков. А так желательно добавлять прям все с семенной коробочкой. Приминаю ручками, когда уже кастрюлька начинает заполняться, чтобы больше влезла. Субтитры подогнал «Симон» Вы видите, насколько сильно заполнена кастрюля. Отправляйте ее на маленький огонь. Мой кетчуп готовится в 2-3 приема. Сперва смесь нагревается, затем охлаждается. Потом опять этот цикл повторяется еще 2-3 раза до тех пор, пока готовая основа для кетчупа не будет консистенции, напоминающей овсяную кашу. Почему этот кетчуп не варится за один прием, вместо, например, 3-х часовых циклов выпаривания, он не находится на плите просто непрерывно 3 часа. Если варить его непрерывно, в течение такого длительного времени, то, скорее всего, смесь начнет приставать к дну кастрюли. Именно поэтому удобнее варить его приемами. Пока ждете, когда смесь закипит, можно ее время от времени помешивать, для того, чтобы яблоки с помидорами лучше смешивались. Вот видите, яблочки уже начинают распадаться. Смесь уже начала хорошенько оседать. Если хотите, на этом этапе можно добавить еще немножечко помидор. Смесь подходит к кипению. По возможности включите самый маленький огонь, на который способна ваша варочная поверхность, ваша плита. И теперь нужно выпаривать жидкость в течение часа, после чего огонь под кастрюлей выключить. И дайте смеси полностью остыть. Специи можно добавлять на этом этапе в самом начале, а также можно добавлять их уже в самом конце. Мне нравится добавлять их в самом начале, когда смесь только закипела. Потому что так они успевают раскрыться и одновременно с этим немножечко приглушаются в процессе долгой варки и выпаривания. Если вам нравится более дерзкий, более резкий, более пикантный вкус, то лучше всего добавлять специи где-то за полчаса до конца приготовления. Прошел один час на маленьком огне. Вы можете увидеть, как испарилась влага из будущего кетчупа. Сейчас я выключаю огонь и оставляю смесь полностью остыть. Второй часовой цикл завершился, после которого я оставила кетчуп полностью остыть. Смотрите, насколько он уже выпарился. Но я хочу, чтобы кетчуп получился максимально густым, поэтому буду его выпаривать еще и в третий раз. Субтитры подогнал «Симон» Посмотрите, каким получается густым сам кетчуп. Итак, из 4 килограммов помидоров и 8 яблочек у меня получилось чуть больше литра кетчупа. Очень густого, натурального кетчупа. Сейчас я введу в него уксус, доведу до кипения и разолью по стерильным банкам. Когда уже протертый кетчуп, вы будете доводить до кипения, то используйте самый маленький огонь, потому что кетчуп уже очень густой и может брызгаться. Раскладываю кетчуп по баночкам, после чего укупориваю. Используйте сезон помидор по полной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также не забудьте подписаться на мой канал.